Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет, как вы уже поняли, записание укулеле. И укулеле не простая, а летняя укулеле. Да, это укулель целиком из компонзитного пластика. И да, как всегда перед обзором, начнем с вами с распаковки. Приступим! Вот наша коробочка от Waterman. Waterman это, собственно, субфирма KALA. Специальная серия укулелей для улицы, для пляжей. Да, и почему? Потому что вот она вот такая вот, из пластика. Из перманентного пластика в моем случае бывают также другие версии. Такая вот она прозрачная. Бывают прозрачные, допустим, розовые, оранжевые. Единственное, что смущает, это наклейка, которая внутри, которую никак не склеить. Тут у нас аккорды. Какая-то песенка, House of, что-то там. Так, и тут наши первые аккорды. И как же это все играть? Приложение. Собственно, вот эти аккорды. Да, полезная штучка, кстати. Так, сумочка. Чехол для нашей укулеле. Выполнен из такого гидроизоляционного материала, который должен быть еще и водонепроницаемым. Ну, собственно, сумочка как сумочка. Защитить она не сможет ваши струны при ударе, да, они могут лопнуть. Но, если все это как бы бережно делать, то будет вам счастье. Вот так это все выглядит, если запаковать. Брал я ее на бестоке, то есть уже пользованная, да, вот так она выглядит. И скажу я вам, что колки этой укулеле мне не понравились. Сама укулеле, кстати, выглядит игрушечной, но на самом деле она такая вот тяжеленькая. То есть она весит как, собственно, полноценная деревянная укулель. А я думал, она будет как игрушечка. Да, колки, повторяюсь, самые дешевые. И если вы будете с ней купаться, они у вас заржавеют, скорее всего. Как минимум, болты. И каждый раз при игре вам их придется каждый раз отстраивать. И поиграв 5 минут, придется опять настраивать. Вот такая вот интересная укулелька. Да, я раньше подозревал, что есть карбоновые, есть пластиковые укулели. Но это такая вот пластиковая походная укулель. Достаточно бюджетная. Мне она обошлась в 39 евро. Но это был бесток, поэтому цена на 10 евро дороже в моем регионе, в моей стране. В других магазинах я видел также по 45. В других магазинах я также ее встречал и такую цену, как 85. Ну, за 85, конечно, я бы не стал ее брать. Зачитаем, собственно, характеристики материала. Верхняя дека. Пластик. Нижняя дека. Пластик. Обечайка. Пластик. Гриф. Пластик. Накладка на гриф. Пластик. Бридж. Подставка. Пластик. Цвет верхней деки может отличаться. Да, она может быть не только прозрачная. Ну, и вообще укулель может быть, скажем так, однотонная, скажем, допустим, зеленая. Либо, допустим, внизу черная, сверху зеленая, либо целиком черная. Такое тоже бывает. В моем же случае у меня укулель из композитного пластика, целиком прозрачная. На вид укулелька выглядит хрупкой, и это не так, поскольку я сначала думал, что она будет легкая. У моей дочки есть игрушечная укулель, я думал, что-то типа того. Но она по весу примерно такая же, как и укулель из дерева. И звучит она, в принципе, для пластика добротно. Но эту укулель я бы не рекомендовал новичкам, поскольку механика гомну. Механика часто подводит, каждый раз доставая эту укулель из сумочки. Кстати, та сумочка тоже есть походная. Из гидроизоляции, если что, даже. Каждый раз доставая сумочки, либо просто каждый раз, когда я беру эту укулель, мне приходится ее заново отстраивать. Такое обычно встречается в очень бюджетных инструментах. Даже инструмент от Harley Benton, самый дешевый, который я видел, стоил, по-моему, 17 евро. Его не приходилось так часто настраивать, как эта укулель. Но, в принципе, для походных условий, если вам жалко вашу дорогую, дорогостоящую укулель, ну или там, не знаю, просто жалко, боитесь сломать вашу укулель, если у вас не самая бюджетная, то вот такой вот вариантик, с ней, в принципе, даже можно купаться, поскольку пластик. Единственное, что может произойти при частом купании, может появиться ржавчина на болтах механики, либо сама механика может заржаветь, хотя вроде бы она сделана или из латуни, или алюминия. Но болты в любом случае могут заржаветь, имейте это в виду. Держите в сухом и прохладном месте. То, что на ней написано Waterman, Waterman это просто линия линейки Кала. Да, также есть у линейки Waterman и концертные версии, да, если вам неудобно Сопрано. Скажу вам честно, что Сопрано лучше всего брать в дорогу, удобнее всего, чем концертную версию. Но есть концертные версии, скажем так, с минимальным размером, и, да, их, в принципе, можно брать с собой. Если, как бы, вам неудобно играть на Сопрано, то имейте в виду, что есть и концертные версии. Но они, как правило, всегда дороже. И различные цвета, да, как я уже ранее упоминал, есть не только прозрачные, есть прозрачный композитный пластик с другой расцветкой, скажем, там, розовый, оранжевый, зеленый или тому подобное. И есть матовый просто пластик. И все они являются походными укулелями. Да, собственно, приступим к тесту этой укулельки. Вот и помер дед Максим, да и хрена остался с ним. Положили его в гроб, хрен уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он нахрену вертел шашлык. В хреном грядки он копал, хреном грядки поливал. Да, вот такая вот укулелька подойдет для тех, кто не ждет многого от звука и желает приобрести неприхотливый инструмент для поездок. То есть это вот, в принципе, оно и есть. Для игры, любимых песен в поездке. Да, ну, опять же, напоминаю, не рекомендую эту укулель новичкам, поскольку механика губну, вам будет очень трудно на ней учиться играть. Если же вы уже знаете какие-то композиции, то, в принципе, можете приобретать. Да, все, что хотел сказать про этот инструмент, я сказал. Если я что-то не упомянул, напиши, как всегда, по традиции в комментариях, раз тут ты уже туда полез. Залезь в описание, там много чего интересного. Также не забудь подставить лайк, подписаться, если ты почему-то до сих пор этого не сделал. Ну, а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok